Мы планируем реализацию в ближайшее время на территории нашего проекта Технополис ДЖЕС в Ленинградской области. На сегодня в России мы являемся одним из крупнейших частных инвестиционно-промышленных холдингов и начиналась история компании с разработок в области цифрового телевидения. Сейчас это большой мультиотраслевой холдинг, который является крупнейшим инвестором в ряде регионов, в частности в Ленинградской области. Мы очень внимательно следим за теми дискуссиями, которые ведутся в области инновационных экосистем, в частности то, что коллеги из РВК делают, то, что коллеги из АСИ делают. И так получается, что так как мы один из самых в ряде регионов, самый инновационный бизнес в этом регионе, то мы зачастую являемся проводниками тех идей, в том числе и для университетов тоже. В Ленинградской области мы реализуем проект Технополис ДЖЕС, это 5 предприятий, которые занимаются полным циклом разработки потребительской электроники. Это единственный в России на сегодняшний день такой полный цикл разработки. От разработки и корпусирования микрочипов до сборки готовой продукции. Основные устройства это медиа-центры и потребительское оборудование для спутниковых. Суммарные инвестиции к 2016 году составляют порядка 6 миллиардов рублей. Перевезено туда с территории большой России порядка 150 ведущих сотрудников области электроники, разработчики, схемотехники, создан IT-кластер, создан R&D-центр собственный. У нас есть очень большая потребность в новых кадрах. У нас есть серьезные проекты с ведущими вузами российскими, и к нам пришла идея о создании у нас там университетского кампуса совместно с ведущими вузами Российской Федерации. Как эта идея к нам в голову пришла, и как мы ее планируем реализовать, и что на сегодняшний день уже сделано. У нас есть ключевое предприятие, завод «Женс Монотех», это крупнейшее в России предприятие, которое занимается разработкой, корпусированием и тестированием микрочипов. Фактически это производственная цепочка, купленная в Португалии у компании «Нанимом». Это ведущий европейский производитель микрочипов подобного рода. Мы ее перевезли сюда и активно развиваем сотрудничество с вузами. У нас соглашение более чем с десятком вузов, крупнейших российских, это и ТМО, это и МЕД, и ТУСУР, и томские другие вузы. С томцами, в частности, у нас проводится единственная в своем роде в России преддипломная практика с фактическим трудоустройством. Когда студенты приезжают, мы их платим на зарплату, в них прикрепляется куратор специализированный. И совместно с Петербургским государственным университетом уже все эти преддипломные практики вылились в совместное создание лабораторий у них на территории их университета, в совместный НИОКР и уже даже в совместное создание серийных продуктов в области микроэлектронных электромеханических систем МЭМС. Изначально Петербург предлагала нам включиться и профинансировать создание микроэлектронного кампуса на их территории, на территории университета, но поразмыслив, пообщавшись с другими вузами, мы пришли к выводу, что вот такой кампус мы создадим как раз у нас, подключив другие университеты по сетевой форме обучения. Как это будет выглядеть, как мы это сейчас предполагаем? Это отдельный учебный корпус на территории Технополиса.ГС совместно с якорным учебным партнером. Это ключевой вуз в Ленинградской области, Балтийский федеральный университет имени Канта, который у нас является ключевым нашим учебным партнером в этом проекте. Это сетевая форма обучения, которая позволит подключить большое количество других вузов, и студенты, поступая, например, в ИТМО, потом смогут учиться на территории нашего кампуса, получают при этом прикладные знания по прикладным учебным программам. Учебный план, состоящий из программ прикладного образования и прикладного бакалавриата, будет составлять не менее пяти программ. Я сейчас примерно перечислю те направления, которые мы обсуждаем с партнерами. Он интегрирован с потребностями реального производства, а у нас, у единственных в России, есть компетенции, очень продвинутые в области некоторых направлений. Это приборостроение, это микроэлектроника, это производство телекоммуникационных систем, это наноматериалы. И порядка 300 студентов в год мы планируем охватывать в этом отдельном учебном корпусе. Это будет возможно и это интересно с нашей точки зрения по причине синергии компетенций научных партнеров наших и образовательных партнеров и компетенций наших инженеров, работающих на нашем предприятии. Компетенции на слайде перечислены. Если более подробно, помимо корпусирования полупроводниковой техники, помимо разработки полного цикла производства электронной аппаратуры, это инновационный менеджмент. У нас фактически руководители нашего экономического блока и наши инвестиционщики, это люди, которые, наверное, одни из немногих, хорошо понимают экономику инновационных производств, могут совместно с представителями вузов это преподавать. Это экономика инновационных продуктов. Мы единственные в России, ну, кроме, наверное, специалистов какого-нибудь завода Samsung в Калуге, знаем экономику серийного производства, потребительской электроники и любых девайсов, каких бы то ни было. Это урбанистико и кластерное развитие. В связи с тем, что Бусев это небольшой город, на базе которого мы развиваем наш кластер, мы видим это как некую ограниченную среду, такую силиконовую или генетюрию. И сейчас мы запускаем инвестиционные проекты, связанные с медиабизнесом. В связи с тем, что мы ключевой партнер технологический и коммерческий Триколор ТВ, проекты в области анимации, мультипликации, там всякие смешарики, шаронавты и вот подобные вещи, в том числе с возможностью экспорта, в том числе с возможностью кросс-платформенных медийных решений, виртуальной реальности, видео 360 и прочее, мы собираемся там развивать, строя под это социалку, инфраструктуру, жилье и сосредотачивая там и научные, и инновационные некие компетенции. С удивлением и совершенно случайно на собрании группы Medianet в IC узнали о том, что, например, BFU и Minikant тоже имеют достаточно серьезные разработки именно в этих новых медийных направлениях по галлографическому телевидению и еще в ряде направлений. Получается синергия. Пообщались BFU и Minikant и посмотрели, какие у них направления развития в программе 5.100. Выяснилось, что среди трех направлений развития есть Memristor, это специальная такая электроника, которая нам интересна с точки зрения каких-то совместных R&D разработок. Ну и у нас есть уже в BFU и Minikant совместная программа по подготовке специалистов по улице микроэлектроники, приборостроения, мы их всех трудоустраиваем. Среднее профессиональное образование также в Усселе есть сильнейший по российским меркам техникум колледж, который занимается приборостроением и телекоммуникацией, тоже мы их всех трудоустраиваем и интегрируем их в этот кампус. Но про ПетрГУ, микроэлектронику и наши изначальные шаги и идеи я уже говорил. Буквально на прошлой неделе была встреча трехсторонняя с BFU и с университетом ИТМО. ИТМО готова вложить компетенции тоже в области приборостроения микроэлектроники, в области инфокоммуникационных технологий и аудиовизуальных технологий у них, это очень сильное направление. И они запускают направление научной коммуникации по популяризации инноваций, что для нас тоже очень синергично, и мы там тоже можем готовить таких специалистов. И Высшая школа экономики, Московская, тоже сильно заинтересовалась. У нас уже проходят совместно с ними летние школы и совместные учебные программы по кластерному развитию и по урбанистике. Они на примере нашего кластера пишут кейсы, магистрские работы, ребятки и что-то прочее. Таким образом, складывая эти компетенции воедино, мы имеем некий такой компетентностный базис, концептуальный, на основе которого можно развивать учебные программы, совместные вот таким вот сетевым образом. Таким образом, на сегодня у нас есть определен предварительный перечень направлений учебных, в которых мы будем этот кампус развивать. У нас определена и выражена ориентация, ну, по крайней мере, связь с НТИ. Естественно, это технология, элементная база, которая пронизывает все, в принципе, направления, там и силовую электронику, и Аэронет, и Маринет, и все прочее. Это выделено отдельное направление Медианета. Мы с ОСИ очень плотно работаем, мы практически, ну, наверное, один из основных партнеров этой группы. Мы нашли полное взаимопонимание с ключевыми партнерами в виде вузов, и сейчас можем предложить сотрудничество остальным партнерам, которые хотят. Мы получили полную поддержку губернатора Калининградской области, который и сейчас готовим различные варианты финансирования этого проекта. При этом мы как холдинг, мы как промышленная компания готовы проект софинансировать по линии ГЧП, либо по каким-то другим линиям. Но мы уже получили ее от БФУ и в Никанте согласие на финансирование. Поэтому я очень надеюсь, что этот проект действительно будет реализован в самые ближайшие сроки. Объем финансирования, кстати, наверное, не такой большой, как мог быть, как казалось бы. Примерно порядка 300 миллионов рублей это будет стоить с точки зрения строительства корпуса, заведения всех туда и появления там уже каких-то лабораторий, начало учебного процесса. Вот такой проект я хотел бы представить. Мы приглашаем их в сотрудничество. Если есть какие-то вопросы, я готов на них с удовольствием ответить. Коллеги, есть кто-нибудь в зале? Кто готов задать вопрос? Да, раз, два. Добрый день. Роман Завор, с радиофакультетом Московской энергетической институты. Скажите, аспиратура планируется? Если кто-то ограничил, что будет в большом образовании? Вообще, мы об этом, конечно же, думаем, но мы сейчас хотим начать именно с программки нового калабриата. Но это вот с 101, с наверху, а гладить мы потом. Спинтровик интересен? Да, можно подсудить. Скажите, пожалуйста, почему именно Гусик в Калининградской области? Что предопределило место расположения? Это первый вопрос. И второй вопрос. По поводу того, что губернатора должны ваши планы радовать, это, конечно. А как строится с муниципальными органами власти? Ведь Гусик – это очень маленький город, 300 студентов, с учетом того, что там меньше 30 тысяч населения. Вы фактически поменяете траекторию развития территории очень сильно. Готовы ли муниципальные власти к такому? То есть два вопроса. Да, спасибо. Вопрос действительно хороший. Отвечу на второй сначала. Мы очень плотно работаем с муниципальной властью. Более того, все эти инновационные и экосистемные инициативы, они как раз направлены на то, чтобы в случае, если мы как большой бизнес оттуда уйдем, там не случилась катастрофа, и там с нами сейчас зародилась бы та среда инновационная, которая была бы самовоспроизводящейся. Это стоит нам достаточно приличного количества ресурсов, как временных, это долгий путь, так и финансовых, потому что, собственно, из этих 6 миллиардов, наверное, 4 – это промышленные инвестиции в промышленности, а 2 – это инвестиции в социал. С муниципальной властью все в порядке. Они поддерживают, и они знают прекрасно, что для них есть в Калининграде сейчас и конкретно Гусеве две возможности. Это размещать пополнения войсковые, которые туда приходят в последнее время довольно регулярно, и второе – это вот наш проект. Поэтому они, в принципе, счастливы. Гусев был выбран, и Калининград был выбран в силу того, что это особая экономическая зона. Там был льготный налоговый режим, который, в принципе, до сих пор в определенной степени сохранился, несмотря на то, что с 1 апреля значительная часть льгот была отменена. Поэтому в 2008 году мы именно там разместили производство. А вот зато вам очень важную тему, она сейчас обсуждается довольно активно. Насколько в создании кампусов инновационных, ну, вообще инновационно-технологических зон, вот факторы разного рода налоговых и других нормативных послаблений играют, вот так скажем, ценностную роль. То есть, насколько это действительно усиливает проект. То есть, это действительно без этого никак нельзя? Или это лишь какая-то такая небольшая добавка к тому, чтобы зона как-то успешно начала существовать? Потому что сейчас действительно ведется поиск форм, чтобы на университетские кампусы и зоны распространить разного рода налоговые преференции. Там, Сколковский режим, например, или Улторовский режим. Вот насколько важно вот эта вот нормативная и налоговая, скажем так, подкорка? Мне кажется, что это очень важно. Я приведу несколько примеров, ну, со своей стороны, да, как со стороны компании частного инвестора. В Калининградской области, например, порог получения налоговых льгот для резидента особой экономической зоны – это 150 миллионов рублей инвестиций. То есть, если приходит стартап, который готов вложить 150 миллионов рублей в Калининградскую область, то он получает эти налоговые льготы. Мы, как счастливые обладатели корпоративного венчурного фонда, очень давно бьемся на тему того, что этот порог должен быть существенно снижен, либо должны быть выделены какие-то отдельные налоговые преференции для стартапов и для небольших инновационных компаний, которые в регион заходят. Ну, например, на нашу территорию. Это раз. Второе, для частных инвесторов, которые строят подобные объекты, налогообложение, например, на землю, на имущество и вот подобные налоги – это достаточно серьезное время. Поэтому мы, ну, например, я знаю, что, по-моему, в Ленинградской, в Самарской и в ряде других областей, вот у Самары, в Шумилевской долине, там, например, нет налогов на жилье, на землю и на имущество. В Ленинградской области такие налоги пока сохранены. Ну, вот мы взаимодействуем, пытаемся, чтобы этого не было. Это важно. Спасибо большое. Давайте мы тогда еще вернемся к кругу вопросов и ответов. Сейчас попрошу Сергея Книевского рассказать, как у вас это развивается, потому что вот про ваш проект пока еще мало знаю, поэтому...